В связи с последними событиями, происходящими, произошедшими в России, правительство России пришло к выводу, что, видимо, есть серьезные пробелы воспитания. Видимо, напичкивая знаниями молодых людей о химии, физике и так далее, мы не учли какого-то человеческого фактора, не дали им каких-то основополагающих жизненных ценностей. Что Каббала говорит по этому поводу? Что Каббала говорит о воспитании? И как должно быть воспитано новое поколение? Каббала говорит о том, что самое главное — это воспитание. И не химия, и не физика. Потому что химия и физика, она может развиваться, если человек правильно настроен на ее применение. А так он применит ее во вред. Поэтому надо сначала воспитать человека правильным, а потом дать ему в руки химию и физику. Иначе будет ему плохо от нее, от этой химии и физики. Он нахимичит. И здесь мы поэтому видим, как Каббала говорит только о воспитании человека. Абсолютно только от этого все зависит. Причем как? Она говорит даже, что если мы воспитаем человека правильно, то тогда не потребуется никакой физики и химии. Человек вдруг обнаружит себя существующим в комфортном мире. Природа будет к нему комфортно относиться. Он не будет ничего чувствовать плохого от нее. Зачем нам сегодняшняя химия и физика? Что мы делаем с помощью науки, с техники? Мы выкачиваем из природы ее последние соки. И больше ничего. Что значит правильно? Правильное воспитание – это значит создание вокруг каждого человека правильной среды. Это через интернет, через средства массовой информации. Привести людей к состоянию, когда бы они поняли, что влияние среды на человека – это самое главное. То есть нам надо, нам, родителям, ради наших детей, просто начинать объединяться между собой и создавать правильную структуру воспитания. Кабыла об этом расписывает все это очень подробно. То есть это детские сады, это школы. Все должно быть построено по совершенно другому принципу. Это все у нас прописано. И Кабыла об этом говорит уже тысячи лет. Есть какие-то результаты? Вы говорите, что все прописано. У нас есть результаты на тех тысячах детей, которые находятся в наших рамках во всем мире. Латинская Америка, Северная Америка, Европа, немножко даже Африка, Азия, Россия. И у нас здесь, в Израиле. То есть везде существуют группы детские, которые развиваются, получают воспитание по нашему принципу каббалистическому. И видно по ним, какие это дети. То есть насколько они по-другому относятся к жизни, к себе, к человеку, к человечеству. Они понимают смысл жизни, ради чего живут. У них совершенно другой взгляд, они иные. Если бы мы таким образом попытались бы ради наших детей построить для них нормальные детские сады и школы, не по советскому типу, как и когда-то были, когда это просто было сплошное вранье. И все в мире было по-другому в жизни, чем говорилось в школе, а дома говорилось по-другому. И в самой школе где-то, кроме уроков. То здесь мы создаем совершенно другие условия. Мы говорим о том, что мир не может существовать, если он не будет единым. Люди не смогут существовать, если он не будет объединены. То есть мы уже говорим правду. И преподносим людям, детям методику правильного существования. То есть обсуждение, объединение, взаимозависимость, взаимообязанность, взаимные всевозможные уступки. То есть мы детские обсуждения. Но это целая система, это образование, это самое главное в мире. Ведь если мы сделаем такое условие для наших детей, мы получим через буквально 10-15 лет совершенно новое поколение. Хорошее поколение, которое мы можем сделать. Вот просто давайте этим займемся. Ничем больше в мире заниматься не надо. Допустим, мы уже ладно, и то мы себя исправим, занимаясь со своими детьми. Давайте ради них сделаем для них другой мир. Будем играться как бы в то, чтобы создать для них правильную среду. Больше ничем заниматься не будем. Достаточно нам того, чтобы прожить нормально, тихо, спокойно. А самое главное, сделать для детей хорошее завтра. Ну, сегодня в школах детей обучают абсолютно иному. Если мы уже заговорили о России, то это явная четкая политика патриотизма. И Россия для русских. Как мы придем к этому? Как мы покажем, что... Через удары судьбы. Если мы и дальше будем так идти в таких странах, то только через удары судьбы, причем через серьезнейшие удары судьбы. Это... Природа нам не простит разделения. По любому принципу. Национальному, религиозному, общественному, политическому, экономическому, неважно какому. Никакого разделения. Ни на классы, ни на секторы какие-то, ни на границы, никаких видов. Природа сегодня этого не выдержит. Она все равно... Каждое наше отделение, разделение, оно... Нормирование какое-то, оно будет встречено природой обратными силами. И мы будем чувствовать, такое общество будет чувствовать свою полную неудачу, несостоятельность.